Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об очень важном аспекте профилактики такого заболевания, как манилиоз или плодовая гниль, целого большого спектра плодовых растений. И груши, и яблони, и вишни, и сливы, и многие-многие другие плодовые растения, семечковые, косточковые, страдают от этого заболевания. Симптомы этого заболевания, пожалуй, знакомы всем садоводам. Все, кто так или иначе видел яблони, особенно которые выращиваются органическим способом, без использования агрессивных опрыскиваний, обязательно сталкивались с этим заболеванием. Иногда это заболевание приобретает массовый характер. В этом случае площадь под яблонями, под другими деревьями, услана вот этими самыми больными яблоками, плодами, и они являются серьезным источником инфекции. Мы говорили на канале про цветок, о важности убрать эти плоды из-под яблони, из-под других плодовых деревьев и унести их как можно дальше, закопать для того, чтобы они не становились источником инфекции. Но как инфекция попадает на деревья? Как она из земли попадает на высоту нескольких метров и заражает крону? Это интересный вопрос. Оказывается, разносить эту инфекцию помогает такая, ну почти незаметная мушка, как дрозофила. Пожалуй, эта плодовая мушка известна тоже очень многим. Стоит завалиться где-то под гнившему яблочку или где-то в яблоке хранить они в не очень холодном месте, как уже и полетели эти маленькие заразы. Муха дрозофила является излюбленным объектом исследований у генетиков. Я к ней отношусь с одной стороны, с исследовательской стороны, с большой теплотой. Коллекции мух дрозофил используются на занятиях по генетике, белоглазые, бескрылые, с желтым брюшком, каких только нету, для постановки опытов по скрещиваниям. Однако и для меня это не является поводом для того, чтобы с любовью к ним относиться в саду и в огороде. Мушки дрозофилы замечательно поселяются на вот этих гниющих и больных плодах, вылупляются из личинок и затем на своих лапках разносят эти самые споры болезнетворных грибов по всему саду, от соседей к вам, от вас к соседям, от каких-то диких яблонь, которые там где-то растут, к самой главной разносчике этой инфекции – мухи дрозофилы. Я вот посадил одну такую мушку в чашку Петри с питательным агаром, чтобы она там немножечко побегала. И вот посмотрите, что здесь в этой чашке Петри наросло. Вот посмотрите, что наросло за два дня на этой чашке Петри. Здесь и грибочки вот здесь вот есть, и бактериальные. Видите, она тут тупала-тупала ножками. И смотрите, сколько натупало каких-то тут бактерий. Ну, на самом деле, всякой заразы она носит на себе даже и больше. Количество бактерий, которое вырастет на чашке, в полной мере зависит от среды. Если среду сделать побогаче, так здесь бы выросло еще гораздо больше. С одной стороны, муха дрозофила является разносчиком уксусно-кислых бактерий, которые потом из яблочного сока делают нам замечательный продукт биотехнологии – яблочный уксус. На нашем канале мы много говорим об этом полезнейшем продукте домашней биотехнологии. Это с одной стороны. Но с другой стороны, она также является и разносчиком различных инфекций. В первую очередь, плодовых гнилей. Поэтому избавляться от этой мушки надо в обязательном порядке. Для того, чтобы побороть мушку дрозофилу, ну что делать? Инсектицидами опрыскивать? Нет, не будешь опрыскивать. Да, надо своевременно убирать эти яблоки. Но поймите, что невозможно иногда это сделать технически. Если приезжаешь раз в неделю, раз в две недели на участок, так там уже муха вылупилась, уже не одно поколение там даст за это время. Пока вы туда приедете и пока уберете эти яблоки. Она уж там все разнесет. Она попрыгала по яблоку, на лапках понесла. Вот точно так же, как здесь. Одна маленькая мушка, которая буквально в двух местах на этой чашке попрыгала и сдохла, потому что ее пальцами туда чуть-чуть посадил. Вот она на своих лапках вот это все разнесет и по вашему саду тоже. Самым эффективным способом борьбы с этой мушкой является обработка проекции кроны под деревьями плодовыми. Вот как яблоки могут падать, вот так надо обрабатывать. Таким энтомопатогенным грибом, как метаризиум или препаратом метаризин. Вы можете наращивать метаризиум дома, у нас есть об этом информация на канале. Посмотрите, пожалуйста, это очень легко и безопасно делать. И просто готовьте препарат и опрыскивайте им. Вот газон или пустую землю, смотря что у вас там под этой яблоней находится. Зарядили и легонечко опрыскали. Две-три таких обработки за сезон помогут вам существенно сдержать развитие мух дрозофил на яблочном опаде. Гриб метаризиум способен как жить внутри насекомых, паразитировать на них, так и жить в свободном режиме в почве. А также он очень легко населяет поверхность листьев, то есть является нормальной микрофлорой поверхности растений. Если у вас там трава, газон, то когда яблоко упало, оно невольно подхватит на себя какое-то количество этих спор, этого мицелия, метаризиума, который будет сохраняться или на почве, или на траве. Яблоки будут обработаны таким образом, и мушка дрозофила развиваться уже будет гораздо-гораздо меньше. Даже если вы ни разу не видели вокруг яблонь летающих мушек дрозофил, это не значит, что их там нет. И, пожалуй, это способ, который самый эффективный на сегодняшний день, и из биологических способов сдерживания развития вот этих самых паразитов, паразитских мух, которые досаждают нам и разносят нам плодовые гнили по саду. И не бойтесь, что эти споры метаризиума или мицелия метаризиума попадёт на яблоко, вы его потом вот так стёрли и съели, или ещё на какой-то фрукт. Он абсолютно безопасен для здоровья человека и домашних животных, и пчёлам он не вредит. Используйте эти методы, используйте их правильно и эффективно. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!